Субтитры делал DimaTorzok В одном поселении, где-то, может быть, в Астраханской области, где была столица ханства, а может быть, в Крыму, а может быть, где-то в Поволжье, жила-была одна татарская семья. Брат Салават очень любил играть на своей скрипочке. И вот мы видим, как брат Салават пытается поиграть на скрипочке, но понимает, что одна струна порвалась. И он очень расстроенный и не знает, как же ему теперь на скрипочке сыграть для своей сестры. Для своей сестры, которую зовут Гульчикек. А Гульчикек была такая трудолюбивая, такая веселая. Она постоянно была в хорошем настроении, работала в огороде, собирала овощи, заводила тесто. Но самое у нее лучшее, что получалось, и вся семья, и родственники, и вся деревня просили сделать. Это были прекрасные татарские беляши. И вот брат говорит, Гульчикек, я тебе сейчас не могу на скрипочке сыграть, что-то у меня струна порвалась. Но, говорит, будешь ты сегодня готовить? Она говорит, конечно, буду. Он говорит, ну я пойду дома печь, распалю, дрова порублю и ждем тебя. И вот брат Салават уходит. Брат Агучичек поет, разговаривает, собирает урожай. И у нее все уродилось, и морковка, и тыквочки, и напевает. И вдруг ее увидел сын злой Бабы-Яги. А Баба-Яга по-татарски называется Убыр. И вот сын Убыр, убыреныш такой, увидел ее, спрятался и смотрит, и наблюдает. А она красавица песни поет. И он думает, Беляши, надо мне такую хозяйку в дом в лес. И вот он на своей, на мамашкиной метле подлетел, схватил девушку и унес в далекий-вдалекий лес к своей мамаше, злой ведьме Убыр. Ну, а она только Гульчичек сказала, братец, братец, Салават, спаси! Ну, куда спаси? Брат уже ушел. И только вот урожай остался, брошенный в полях. Итак, принес, принес сын злой ведьмы Убыр Гульчичек к себе, к мамаши, домой. А мамаша Убыр говорит, фа, фа, пахнет человеческим духом. А сын говорит, маманя, она такие Беляши печет, все деревни известные. Вот заставь ее, пусть она у нас работает. А мать говорит, да и то верно, нам работница нужна. Как тебя зовут, девица? Она говорит, Гульчичек, маменька. Какая тебе маменька? Вот давай, начинай все убирать, наведи порядок и испеки нам вкусную еду. Гульчичек сказала. Хорошо, госпожа, сейчас все сделаю. И вот ушла Убыр со своим сыночком. А Гульчичек, она же не ленивая, а очень даже трудолюбивая. И она тут все стала чистить, взбивать, помыла печку, навела порядок. И такая стала красота в доме. Возвращается мамаша сынком. А мамаша говорит, ой, ну теперь ты нам испеки чего-нибудь. А Гульчичек думает, пошлю я их в свою деревню. И говорит, ну как же я испеку, мне мука нужна. А сама думает, прилетят они за мукой. А может быть, братец-то их и остановит, и спросит, догадается. Ну, значит, это Убыр села на свою метлу, или даже и без метлы. Жух, 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 вроде только что метла-то была, а уже и нет водолометла. Слетала в деревню, возвращается с мешком муки. А Гульчичек говорит, госпожа, мука это хорошо, но мне еще надо сито для муки. Без хорошего сито никак пироги не испечь. Мамаша говорит, а ну-ка, сынок, слетай в деревню, принези ей сито. Ну, сынок сел, улетел в деревню. Возвращается, приносит сито. Гульчичек говорит, это не то сито, это сито для мака. А мне нужно сито для муки, чтобы хорошо разрыхлилось и взошло. Мамаша говорит, сынок, ну что ты медлишь-то, давай за другим лети. Опять он улетел, возвращается с другим ситом. Гульчичек говорит, вот, как раз такое мне и нужно. Тык-тык-тык-тык-тык. А теперь, говорит, поставлю я тесто на беляши и буду вас угощать. Мамаша говорит, вот радость-то, сынок. Ах, лучше нет подарка, чем жена татарка. Давай, полетели с тобой гостей, будем приглашать. А это к нам не работница попала в гости, а жена твоя будущая. О, мамаша, моя жена, сказал убырёныш. И они улетели на двух мётлах приглашать всякую нечистую силу к себе на свадьбу. И забыли закрыть дверь. Ну, а Гульчичек как посмотрела. Беляши-то у неё уже в тесте подошли и готовы. А она к дверям-то подходит и видит, дверь не заперта. Она говорит, вот радость-то, быстренько запаковала все беляши в какой-то там платочек. Вот, быстренько-быстренько запаковала. И думает, побегу-ка я к себе в деревню, пока никого нет, ни убыр, ни сыночка. И вот она схватила котомочку и побежала. Бежит, 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 бежит. Устала, присела и скушала беляши. А крошечками поделилась, прилетел воронёнок. Кар, кар, ох, как пу, вкусно пахнет. Как же, чтобы его видно было. Кар, кар. Она говорит, ну, скушай, крошечки. И он поклевал, поклевал, поклевал. И она побежала по лесу искать свою деревню опять. И воронёнок за ней. А тут возвращается убыр первая. Глядь, нету, нету гульчачек и беляшей нету. Ох, она в злобе скинула все эти сито. Превратилась в момент в серую волчицу. И говорит, ох, меня, убыр, не проведёшь. Догоню тебя, гульчачек. И побежала. И вот гульчачек по лесам бежит, бежит. А за ней волчица. Догоню, догоню, догоню. А гульчачек и прячется, и не знает, куда одеться. Бежит, бежит, бежит. А тут ей воронёнок говорит. Кар, кар, гульчачек. Давай скорее, беги. Прячься вот здесь. В дупле. Гульчачек подбежала к дереву и говорит. Дерево, сосна моя дорогая, пусти меня в свою дуплу старое спрятаться. За мной злая убыр бежит. И сосна её пустила. Гульчачек спряталась. Но убыр чувствует. Чувствует, чувствует. И вокруг бегает, и рычит, и говорит. Хвост мой, как сноп рженой. Отдай мои беляши, а не то на куски разорву. А гульчачек тоже поёт что-то по-своему по-татарски. Вот убежала, я бегу домой. Спасибо большое сосна, что спасла меня. Ну, тут наступил развед. Всю ночь волчица бегала-бегала, но никак не может в дуплу добраться. Наступило утро. Гульчачек вышла, поблагодарила дерево и опять побежала дальше. Бежит, бежит, бежит. А не тут-то было. Слышит, опять тяжёлое дыхание волка её настигает. Убыр бежит. И видит гульчачек озерко маленькое в лесу. И она говорит. Озеро, дорогое моё, озеро, светлое ты моя водичка. Пожалуйста, разлейся, чтоб меня злая убыр не схватила. Баба-яга. И озеро разлилось вокруг. И гульчачек на острове стоит. А злая убыр прибежала и рычит. Но никак в воду не может попасть. Так всю ночь она прокараулила. Но не могла в речку прыгнуть, в это озеро. И убежала. Опять гульчачек утром поблагодарила озеро. И думает, вот уже скоро, наверное, моя деревня. Пойду я, скоро уже домой попаду. И вдруг уже скоро домой. И слышит она опять. Гра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. А куда деваться? Уже и дерева нету. И озеро она пробежала. И видит, стоит тоненький-толенький деревца. Клиночек, который они с братом, может быть, сажали когда-то. И она думает, ну, разве спасёт меня это деревца? Ну, хоть как-то. И вот она на самый верх забралась. Сидит этот волчица. Ведьма, превращённая в волчицу, прибегает. А-а-а-а-а-ла-ла. Ха-ха-ха. Ну, это дерево я быстренько перегрызу. И, значит, волчица пробует перегрызть корешки у дерева, чтобы дерево упало и гульчачек упал. И тут прилетает воронёнок и говорит. Гульчачек, гульчачек, как я тебе могу помочь? А гульчачек говорит. Милый мой воронёнок, вот возьми два моих волоска из-под шапочки. Отнеси к моей семье. Они догадаются, что со мной беда такая. И вот воронёнок взял два волоска у гульчачек и полетел. Полетел, понёс эти волоски домой. А она, значит, прячется. А тут злая убыр пытается дерево подрыть, чтобы гульчачек упало с дерева. И чтобы старая ведьма снова её забрала к себе домой. И старая ведьма всё время поёт. Хвост мой, как сноп ржаной. Отдай мои беляши, а не то я тебя съем. А откуда беляши-то? Беляшей-то нет. Вот удивительная мораль в сказке. Почему она всё только про беляши-то говорит? Вот, значит, тут они дерутся. Не дерутся, а роют. И тут стоит, значит, этот братец у себя дома. И всё не знает, как же ему свою скрипочку починить. И тут прилетает скрипочку починить. Скрипочку починить. И тут прилетает воронёнок и приносит ему два волоска. О, братец обрадовался, что у него есть теперь, чем скрипочку починить. И взял эти два волоска, думает, от моего коня, что ли, от хвоста. И побежал чинить. Воронёнок каркает, каркает, пытается его поторопить. Но брат же не понимает, что там происходит. И вот он взял свою скрипочку. Вставил туда волоски, которые ему воронёнок принёс. И только хотел заиграть. И вдруг его скрипочка-то начала петь голосом гульчачек. Не рви струны, голова болит. Не играй музыку, ноги не идут. Он говорит, что ж это за диво такое. Остановился, а ему скрипочка сама поёт. Голосом гульчачек. Братец мой дорогой, торопись скорее. Старый убыр меня хочет съесть или навсегда в лес забрать. О, старый убыр, ведьма. Пожалуйста, торопись. На полянке, на нашем клёнике я от неё спасаюсь. Ну, тогда тут брат бросил свою скрипочку, вскочил на своего коня, взял в руки дрын здоровенный и поскакал туда. Он знал, где находится этот клён. И как только он прискакал и увидел волка, он понял, что это заколдованная баба-яга. И вот конь его затоптал, и га-гау, и га-гау, и палкой, палкой, палкой. И волк весь побитый, перевернулся несколько раз, завыл и убежал насовсем. Снова стал ведьмой. Злая ведьма убыр. Я вам покажу, я вам ещё покажу. Ой, 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 ну, палка, палка уже сама её бьёт. Давай, 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 давай. И убежал, а убыл к своему сыночку. А Гульчичек спустилась к лёнике и говорит, Спасибо, коняшка, что вовремя доставил моего братца. Спасибо, мой дорогой братец Салават, за то, что спас меня. Детели уважать, малых не обижать. Вот такая сказка про Гульчичек, которая лучше всех пекла беляши. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!